добрый день дорогие с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святом еще одно требование бога для того чтобы мы могли получить духа святого это мы должны просить смотрите что говорит иисус в евангелии от луки 11 глава 13 стих и так если вы будучи злые умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец небесный даст духа святого просящим у него и так для того чтобы мы с вами могли получить дар духа святого мы должны об этом просить сегодня очень многие христиане думают что большая часть из всего что мы имеем это некая данность то есть ты вошел в царство божие и здесь для тебя накрыты все столы все опции включены ты можешь просто брать на самом деле в какой-то мере это действительно так но когда мы говорим о духе святом бог говорит нам вы должны попросить я хочу вам это дать я обещал вам это дать я исполню свое обетование но вы должны попросить почему у меня есть очень много вариантов но один из них мне кажется самым верным когда мы что-то просим мы тем самым показываем что мы в этом нуждаемся когда мы набираемся смелости прийти к богу о чем-то попросить мы тем самым говорим что нам это действительно необходимо потому что зачастую мы боимся его побеспокоить нам кажется что он слишком сильно занят великими делами и мы его не тревожим но стоит нам заболеть стоит нам стать на грань финансового коллапса или каких-то других достаточно серьезных проблем мы забываем о его вселенской занятости склоняем сердца и колени и начинаем просить и вот когда мы захотим быть наполненными духом святым с той же ревности что мы жаждем исцеления мы придем и мы будем просить апостол яков говорит вы не получаете потому что не просите это принцип принцип просите и дастся вам когда мы с вами хотим получить духа святого все что нам нужно друзья сделать это просто попросить и